Ну вот, мы заселились и дождь снова хлынул, хорошо мы успели зайти. А сейчас это тут ресторан, мы сходим что-нибудь поедим, какой-нибудь супец закажем. Так, вот, вот там вот тоже номера, но они там большие и студии дорогие. Так что нам туда не надо, мы туда просто сходим по нормальной погоде, посмотрим. Гора какая красивая. Ага, вот такая вершина. Нет, до моря минуты 5-7, не больше. Ну сейчас погода наладится и мы сходим. Так, ну давайте, пустите меня, я сниму. Так, ну вот, познакомим вас с номером в Исланд-Лодж. Вот такой домичек здесь небольшой, это коттеджик. Вот такая. Такое окошечко с занавесочкой, кровать. Этот номер с вентилятором. Вполне себе хорошее оформление. Приемлемо. Все приемлемо. Так что здесь у нас вешалочки очень скромные. Ну тем не менее, пол из плитки. Ну когда-то я снимала, я не знаю, выкладывала, наверное, не выкладывала я видео отсюда. Три года назад мы были здесь. Причем номер чуть-чуть пониже у нас был, наверное, предыдущий, пятый или какой-то. Ну вот, санузел выглядит вот таким вот образом. Душ с нагревателем. По цене это самый, вот из того, что бронировали, это самые дешевые номера. Но по тому, как мы здесь проводили время, вполне приемлемо. Меня все устроило, поэтому мы, не раздумывая, этот раз забронировали здесь же. Более чем скромно, наверное, эстетично. Это не для тех, кто любит комфорт. Наверное, многие недоумевают, чего мы ради выбираем такие номера. Ну, во-первых, из-за бюджетности. Во-вторых, из-за того, что мы в номерах практически и не бываем. Ну, а в-третьих, тут просто приятно. Так что, вот. Таково наше пребывание. Будет нормальная погода наладиться, перестанет дождь. Заглянем в ресторан. Посмотрим, что вокруг. Ну, и думаю, что через некоторое время отправимся на пляж. Думаю, что номер следующий, он будет восьмой. Вот через один коттеджик. Там видно, люди либо заселяются, либо выселяются. Прикрывают двери. Это вот все номера. И внизу, и вверху. То есть вполне себе нормальный отель. Ну, вот. Мы готовы к отдыху.